Фонд развития Чукотки и Высшая школа народных искусств презентовали уникальное пособие по касторезному искусству. Специализированное академическое издание стало первым в своем роде и нацелено на сохранение и продвижение уникального ремесла с вековой истории, рассказывает Дмитрий Басов. В окружном музее состоялась презентация учебно-методического пособия касторезное искусство Чукотки. Сотрудничество специалистов касторезов округа и Высшей школы народных искусств в течение трех лет работы привело к созданию первого академического пособия. Оно станет отличным подспорьем будущим художникам, ученикам и студентам художественных профилей и интересующимся традиционными художественными ремеслами. Хотелось бы отметить, что это несомненно очень важно для нас сейчас на Чукотке, что мы сохраняем касторезное искусство, но всячески пытаемся популяризировать его среди молодежи, потому что это все-таки учебные пособия. Изначально для вузов профессиональных и для тех людей, которые хотят заниматься искусством касторезным. В далеком 1959 году вышла небольшая книга для юных касторезов. Многие десятилетия она была единственным пособием для начинающих художников. Однако был необходим академический взгляд квалифицированных специалистов. Новое пособие охватывает многие разделы промысла. От истории и развития касторезного искусства на Чукотке до огромных и крайне детализированных глав материаловедения и орнаментации. Василий Колбов, прежде приезжавший на Чукотку, не раз отмечал проблемы в настоящее время, преследующие художников и посвятил отдельной теме проблематики и их решению. Автор пособия здесь затрагивает проблемы, с которыми мастера столкнулись в 90-х годах и продолжают сталкиваться в текущее время. Во время рыночной экономики. В том числе это недостаток высококвалифицированных кадров в учебном процессе, либо же непосредственно на промысле. Недостаточный учебно-методический фонд, отсутствие учебников, невысокий уровень профессиональных практических навыков у молодых специалистов и другие проблемы. Небольшой зал собрал представителей образовательных учреждений, заслуженных художников-касторезов и сотрудников региональной власти. Было отмечено о неоценимом вкладе Высшей школы народных искусств и авторов будущего Чакотского народного искусства. Любой деятельности нужна свежая кровь. У нас эту свежую кровь дают образовательные учреждения, которые работают с молодежью. И я очень надеюсь, что данное методическое пособие займет свое место в образовательном процессе и будет востребовано. После торжественного выступления было принято решение о распределении сотни экземпляров пособия между образовательными учреждениями и мастерами окружной столицы. Остальная сотня прибудет позже и будет передана в районные учреждения и мастерам из национальных сел. Дмитрий Басов, Александр Кузьминов, Вести Чакотка.